Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Итак, ну, собственно, сегодня, с одной стороны, да, скучно может показаться... Сегодня какой день? Я забыл уже. Среда. 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 Середина недели. Скучно. Мы будем обсуждать текущую ситуацию на рынке. Она не особо, может, и динамична, хотя все-таки сегодня какие-то шевеления происходят. Вот. С одной стороны, это такая банальщина. Но, уважаемые мои слушатели, дорогие, я бы даже сказал, сегодня у меня праздник, как ни крути, сегодня у меня особый день. Вот вроде бы обычная банальная среда, но сегодня особый день, потому что сегодня у меня в гостях очаровательная, лучшая в своем роде, я имею в виду, в смысле аналитики, очаровательная Наталья Лесина. Наташа, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рад тебе. Взаимно. Вот. Вот это было лирическое отступление. Причем, я боюсь, еще не все из-за лирического отступления. Что-то я хотел тебе сказать. И, видимо, чуть позже скажу. Но, тем не менее, давайте мы начнем. Итак, уважаемые слушатели, тема сегодняшней нашей программы звучит следующим образом. Фондовый рынок теряет оптимизм. Ну, наверное, знак вопроса пока поставим. Действительно, действительно, начиная с закрытия американцев, да, вчерашнего Сипи особенно, драматичную свечку такую нарисовал. Вот. Все сегодняшний, весь сегодняшний торговый день, вот он под этим знаком проходит, под знаком некого негатива. Хотя, Наташа, очаровательно улыбаясь, до эфира говорила, что ничего плохого пока не произошло. Все в режиме, так сказать, ожиданий. И надо смотреть с оптимизмом. Я с ней абсолютно согласен. Поэтому я еще раз представлю уже официально. Сегодня в гостях у меня Наталья Лесина, начальник аналитического отдела группы компаний Allure. И ждем мы еще одного нашего коллегу, Гильды Саюнова. Аналитика про бизнес-банк. Обещал он подтянуться. Для слушателей, для моих уважаемых слушателей, я напоминаю, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы495. Звоните, задавайте вопросы, делитесь собственными наблюдениями. Либо сайт компании финам.фм можно для этого использовать. То есть написать свой вопрос или мысль какую-то очень умную. Я ее прочту в эфире, и мы с Наташей восхитимся. Да, этой мыслью. Обязательно. Пишите, звоните. Пишите, звоните. Мы ждем. Ну что ж, и по традиции начнем с картины маслом, которая выглядит сейчас следующим образом. Ну, картина такая розоватого оттенка, красенького, много красенького. Ну, все красное на самом деле, чего уж там греха таить. Открылись американские площадки. Основные индикаторы фондового рынка Соединенных Штатов Америки тоже под водой. Доу Джонс теряет немного, пока еще 0,2%, S&P чуть больше, пардон, Доу Джонс 0,02%, S&P чуть больше, 0,2%. Наши сегодня, как всегда, отличились. Они любят это дело. Отличаться. РТС почти 3% теряет в моменте, МВБ чуть больше, ну, за счет валютной разницы, 2%, 2% в минусе, простите. Естественно, не обошла подобная тенденция и сырьевые площадки. Поэтому мы говорим прежде всего о нефти марки Light Brand. Она сейчас уверена ниже 110, 109.17 за баррель, Light ниже 90. Золото, вот буквально опять накануне, мне очень нравится, накануне сухого остатка происходят значимые какие-то, ну, краткосрочно. Но, тем не менее, значимые движения. Золото сегодня немножко откорректировалось все-таки. Оно долго стояло в узком диапазоне, там, в районе 1770. А сегодня дало возможность, видимо, краткосрочникам подобрать его чуть ниже. Вот, текущая котировка 1748 за унцию в моменте было ниже, там, в районе 44. Основные индикаторы валютного рынка, в частности, евро-доллар, все-таки пробил 29 сверху и держится там. Ну, и в рамках вот такого краткосрочного тренда, уверенно, движется вниз в рамках, повторю, краткосрочного тренда. Доллар-иена, ну, в районе 78 фигуры. Про фунт я говорить не буду, это, может, не всем интересно. Ну, а основной набор голубых фишек сегодня не голубой, а красный. Вот, при этом можно отметить, да, ну, как в таких случаях бывает, да, есть у нас некие... В авангарде, да, ну, в частности, вот, банк ВТБ сегодня 3% с лишним теряет. Сбербанк чуть меньше, в районе 2. Вот, что у нас там, да, акции полюс золота, ну, видимо, в связи с тем, что произошло на сырьевом рынке, тоже сегодня отличились. Ну, и где-то в среднем вот 1-1,5-2% все в минусе сегодня так активненько, активненько. Ну, что ж, и в связи с этим у меня к тебе вопрос, Наташа. Сейчас хитро я поступил, смотри. В связи с этим, в связи с чем? Так вот, у меня вопрос следующий. Некоторое время назад, буквально, по-моему, пару недель ты заставила меня волноваться. Ну, да, я волновался, я... Из-за чего же? Из-за чего же, вот, неожиданная такая интрига. Ну, во-первых, я еще раз повторю, да, ты всегда украшением моей программы, это раз. Два, я тебя ценю как ведущего аналитика России. Это сейчас без иронии. Спасибо, приятно. А некоторое время назад, ну, ладно, интригу я сейчас, так сказать, изничтожу. Во время празднования одной небезызвестной компании под названием финам.ру, да, так? Да, да. Как она называлась? Финам.ру. Финам.ру. Ну, то есть наша информационная агена праздновала, ну, со свойственным ему, видимо, таком разгулом, праздновала это дело на аэродроме, предлагала, да, полетать. И что вы думаете, мои уважаемые слушатели? Наташа, вот это вот, это цветок практически, да, это, я не знаю, нежное существо. Я в Фейсбуке прочитал, твоя подружка писала. Наташа умудрилась спрыгнуть, ты действительно это сделала? Да. Прыгнуть с парашютом она умудрилась. Можете себе представить, как я дрожал? Когда я вижу, пишет, как Таня ее зовут, да? Да. Она пишет, вот я смотрю сверху, там самолетики летают, а Наталья сейчас будет прыгать с парашютом. Все, я звоню сразу Лене Швецкой, говорю, Лена, боже мой, что делать-то? Мы теряем лучших людей, не дай бог, что случится, я честно говорю, я пережил. Ну да ладно, все, выдохнули, слава богу, все обошлось. Прыгнула, понравилась, очень спасибо огромное Феномру за праздник. Только не часто это делай, я тебя очень прошу. А у Феномру раз в год день рождения, чаще не будут. То есть год у нас как минимум есть. Да, год я с вами. Ну и страховка должна быть, обязательно страховка. Хиджируйся, хиджируйся. Да, да, в следующий раз обязательно. Так, ну ладно, все, теперь последнее реческое отступление было мною произнесено. И, соответственно, мы приступаем к обсуждению текущей ситуации. Наташа, я готов тебя выслушать в общих чертах, что же происходит сейчас, откуда красный цвет, откуда вчерашнее закрытие СИПИ вот этого, да, драматичное. Ну и, собственно, что ждать-то дальше? Расскажи, пожалуйста. Ну, соответственно, то, что происходит сейчас, вполне укладывается пока в рамке таких технических каких-то факторов. Пока ничего кардинального на рынках, на мой взгляд, все-таки не происходит. И поэтому текущее снижение расценивать как обвальное и впадать в панику рано. Индекс МВБ удерживается в районе 1450 пунктов, где проходит двухсудневная скользящая средняя. Поэтому пока все в норме. Собственно, что мы видим... Извините, я перебью по поводу нормы, да? Вот этот оптимизм, ну, так сказать, все, что в 1500 было, да, это было навеяно небезызвестными событиями. Конечно, КУИ-3. А сейчас-то мы вернулись уже практически на те же уровни, что и до объявления этого самого КУИ-3. Да, действительно. Ну, во-первых, не стоит забывать о том, что обычно при каких-то существенных таких свечках наверх или... Ну, сейчас мы говорим про наверх. Про наверх, конечно. Вот, соответственно, рынок обычно дает второй шанс участникам рынка. И зачастую вот после... Второй шанс, видишь, перезайти, да? Кто не успел в паровозе, значит... Все равно рынок дает второй шанс. Вот третьего он может и не дать. А вот второй стоит использовать, на мой взгляд. Ну, ты как девочка к нему хорошо относишься к рынку, да? Вот он такой добрый, он такой, понимаешь, трогательный. Рынок хороший. Он хороший, да, он даст... Ребята, не переживайте, кто не успел купить, да, после объявления. Он даст, он хороший. Даст время подумать. Смотри, ну, это вот исключительно женский взгляд такой, я понимаю. Потому что мужчины, я вот много слышал, причем такой ненормативной лексики в адрес рынка. Вот он, мужчина воспринимает его иначе. Ну, а смысл на него ругаться? Он какой есть, лучше не будет. Это логично. Либо такой, либо никакой. В любом случае, мы его выбираем для того, чтобы зарабатывать денег. Конечно. И должны будем подстраиваться в какой-то степени. Хорошо. Итак, продолжили. То, что мы увидели на фоне QE3, да, действительно, на рынках был такой существенный задерк. Индекс МВБ протестировал 1540. И дальше мы, соответственно, увидели коррекционное снижение. Технические факторы были усилены новостями из Европы. На этой неделе можно сказать, что все внимание инвесторов приковано именно к европейскому региону, поскольку на неделе опасения повысились и в отношении Греции. На этой неделе. Да, и в отношении Испании новости негативные. И инвесторы ожидают. Каташа, я прошу прощения. Очень много информации. Надо ее детально будет сейчас обговорить. Мы сейчас слушаем новости, а потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем на Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о текущей ситуации на финансовых рынках. Действительно ли он активно теряет оптимизм, как заявлено у нас в сегодняшней теме. Либо просто это время коррекционное, непродолжительное. И оптимизм, тем не менее, возобладает. Об этом мы сегодня говорим. Представлю еще раз моих уважаемых гостей. Это Наташа Лесина, начальник аналитического отдела группы компаний «Алор». И Гильды Саюнов подтянулся таки. Аналитик про бизнес-банк. Добрый вечер, Гильда. Добрый вечер. Ну что ж, присоединяйся к нашему разговору. Наташ, я прервал тебя, когда мы уходили на новости. Продолжи, пожалуйста, вот эта общая картина. Как, на твой взгляд, она выглядит? Ну я, собственно, читаю в твоих глазах, она выглядит оптимистично. На мой взгляд, да. Несмотря на то, что на этой неделе все-таки преобладают более коррекционные настроения после КУИ-3. Но все-таки, на мой взгляд, среднесрочный тренд, он восходящий. Индексы все-таки смотрят наверх. Что касается этой недели, продолжу. Значит, инвесторы сейчас ждут, в первую очередь, новостей по Испании. Поскольку завтра правительство Испании должно представить бюджет на следующий год. Соответственно, сейчас проходят в стране забастовки. Население не поддерживает планы Испании по сокращению госрасходов. Населению Испании, так же, как и населению Греции. Такие, естественно, реформы не нравятся. Так же, как и любому населению можно добавить. Конечно, да. Потому что идет и повышение налогов. Повышение из пенсионного возраста. Вот я помню, да, там вокруг пенсионной реформы, сейчас в Испании в частности идут разговоры. Сейчас там больше вокруг налогов. Им больше сейчас налоги не нравятся. Вот, и, соответственно, конечно, население не поддерживает. При этом в пятницу должен быть опубликован отчет по финансовой системе страны, а именно по банкам. То есть, сколько средств банкам все-таки нужно для рекапитализации. Ранее ЕС уже говорил о том, что, в принципе, он Испании готов предоставить сумму в рамках 100 миллиардов евро. И непонятно, хватит ли банкам данной суммы, либо банкам нужно будет меньше средств. Это как раз в пятницу мы увидим. Да, это уже будет в пятницу. Ну и, соответственно, если банкам нужно будет меньше средств, то реакция рынка на данную новость скорее будет позитивна. Потому что уже говорилось о том, что, значит, средства будут предоставлены. И, в принципе, у рынка будет отскок. И вот еще один момент хочу отметить. Вот со вторника по четверг в США у нас проходят долговые аукционы. И вот заметна такая тенденция. Раньше она, можно сказать, что на 99% всегда подтверждалась. Сейчас уже, ну... Меньше вероятность. Ну, да, да. Вероятность стала поменьше. Но все-таки, да. Соответственно, когда долговые аукционы в США начинаются, рынки почему-то падают. И начинается сигнал именно из США. Да, я тебе хочу сказать почему. Потому что доллар укрепляется. Ну, вот понятно. Ну, вот это понятное дело, что доллар укрепляется, рынки падают. Логично. Нет, но просто иногда даже на какие-то события слегка негативные, которые не являются каким-то сюрпризом, все равно идет реакция очень такая сильная. Как будто кто-то давит объемами на продажу. И здесь я тебе не могу сказать, кто давит. Я даже фамилии могу назвать этих людей. Особенно одну. Одну, да. Самую звучную. Вот, и, соответственно, когда аукционы завершаются, оптимизм обычно возвращается на рынки. И, соответственно, мы видим технический отскок. Ну, это понятно, что, да, американцы занимают деньги. Естественно, они хотят занять их подешевше. Подешевле, да, да. И все это вполне логично. Вот, и, соответственно, в четверг аукционы завершаются. Соответственно, с завтрашнего дня возможен технический отскок. Вполне технический отскок. И, тем не менее, вот это, ну, в данном случае, опять, если мы говорим о Штатах, да, технический отскок будет связан с тем, что опять будут распродавать доллар, да, То есть сходить из доллара в какие-то риски. Но это четверг. И в то же время завтра есть риски по Европе. И вот они накладываются. И возможно вот такая вот. Ильды, я тебя прошу прощения. Он загрустил совсем. Я слушаю. Слушаю, да, мотаю нос. Давай присоединяйся к нам. Ну, во-первых, такой общий, широкий вопрос тебе. Как ты смотришь на данную ситуацию с оптимизмом, с пессимизмом? И чего ты ждешь в ближайшее время? Может быть это признак разворота? Я, кстати, извините уж о своих заморочках. Вот я сейчас открою CP, индекс S&P 500, дневной график. И вчерашняя медвежья свеча, ну просто мама не горюй. Всякое медвежье поглощение, какое хотите там, да, из свечного анализа. Вот она просто классически выглядит. А это, как известно, сигнал разворотный. Я прошу прощения, Гильды, какой твой взгляд на вещи? Ну, я думаю, что до конца года мы будем видеть следующие вехи в динамике рынка. Что такое следующие вехи? То есть максимумы? Ну нет, я имею в виду этапы. Соответственно, у нас через буквально две недели начинается сезон отчетности. Но я не думаю, что он будет утешительный, потому что... Откуда взяться-то, да? Ну не в этом дело, просто циклические компании уже последний квартал активно показывают, какие у них будут результаты. Они не будут хорошие, потому что мы видим, что каждодневно какая-нибудь глобальная корпорация сокращает, объявляет о сокращении персонала. Соответственно, я думаю, что здесь мы будем видеть некоторые разочарования, особенно в циклических компаниях. То есть банковский сектор, сырье. Я думаю, что будет некоторый, если говорить про рынок американских акций, некоторый оптимизм все-таки в секторе недвижимости. Он уже сейчас есть, он уже заложен в акциях американских компаний. И я думаю, что там некоторая пауза приведет к коррекции, но в целом, конечно, сектор достаточно хорошо смотрится. Если говорить про российский фондовый рынок, то не все так радужно, как в принципе, как в США, потому что все-таки EQ3, он не такой, как предыдущие программы количественного смягчения. Они не будут идти напрямую в помощь банка, они будут все-таки идти больше в ипотечную систему, в поддержание рынка недвижимости. И мы не будем видеть такой супердинамики в ценах на нефть, на сырье, хотя реакция рынков она была. Ну, то есть мы уже увидели, да, эту реакцию? Да, мы уже увидели эту реакцию. То есть говорить о том, что у нас какая-то супер изменится конъюнктура для российского фондового рынка, я думаю, что вряд ли. Ну, еще если посмотреть по основным потребителям сырья, это Китай, развивающие страны. Ну, в основном, конечно, клиент наш основной – это Китай, он определяет конъюнктуру на рынке сырья в целом. То здесь тоже не все хорошо. То есть если посмотреть на металлургические компании, особенно поставщики горнорудные, то есть это руда, сталь. И есть такой показатель, ну, говорят о том, что Вейл и Риотинта, они являются некоторой производной от китайской экономики. Особенно они являются индикатором спроса на сырье и на базовые металлы. Здесь не все хорошо, потому что мы видим, что за последние две недели эти компании активно сокращали добычу, объявляя о закрытии тех или иных рудников и закрытии производства. То есть говорить о том, что у нас есть какое-то поддержание спроса в Китае, я думаю, что это некоторое заблуждение. Потому что та же самая программа, озвученная инфраструктурная, она пока не отображена в долгосрочных трендах и планах производителей металлов. Если бы она была реальной и действительно могла бы простимулировать рынок с его достаточно большими накопившимися запасами сырья, то мы бы не видели таких пессимистичных планов. То есть если посмотреть про всю индустриальную цепочку, как производителей металлов, так и их поставщиков оборудования. Допустим, вчера Катапиллер сократил прогноз своих показателей только из-за того, что он прогнозирует ухудшение спроса вплоть до 2015 года в металлургическом секторе. То есть тренд долгосрочный и для российского рынка он не очень позитивный. Ну, здесь обособленно стоит США, у них все-таки обособленная система, они минимизировали свои риски на Европу, на европейскую финансовую систему. В Европе, я думаю, что в дальнейшем продолжится негативный тренд. Да, 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 Наташа, смотри, смотри, я вспомнил начало нашего сегодняшнего разговора. Вот пришел Гильды и дал тебе парашют, ты высоко парила, а теперь он тебя поставил на землю. Ну, слава богу, все-таки с парашютом запустил. Согласна, нет? Нет, ну, конечно, фундаментальный негатив, он все-таки присутствует. Действительно, и рост китайской экономики продолжает замедляться, и спрос падает на сырье, и действительно в компаниях не так все хорошо. Но здесь, на мой взгляд, все-таки нельзя забывать о том, что в начале ноября в США выборы и какого-то существенного падения индексов в преддверии выборов. Просто не дадут опять, да? Ну, да, лично я могу сказать просто про мои ожидания. Не думаю, что так произойдет. Да, возможно, сезон отчетности окажется не столь позитивен, как это было еще несколько кварталов назад. Ранее, конечно, сезон отчетности обычно становился мощным драйвером роста. Мы видели резкое формирование ралли на мировых рынках, и все казалось очень здорово. Да, действительно, сейчас в компаниях не так хорошо. Но что касается именно тренда с точки зрения вот до выборов, я не думаю, что он будет нисходящим. Именно с точки зрения развития финансовой системы в Америке, и все-таки для поддержания текущего правительства, чтобы Обама остался... То есть некий политический фактор все-таки, да? Ну, да, да, тут получается вот такие уже, на мой взгляд, нельзя забывать об этих факторах, а вот уже после выборов, да, действительно, тренд может быть нисходящий. Поскольку там уже добавятся к этому еще и долговые проблемы в США, именно вот дефицит. И Скалклифт, да? Да, да, да. И, соответственно, вот это уже все превратится... И там уже, я думаю, и про фундаментальный негатив вспомнят, и про Китай, и про все остальные страны. И там уже накачка, если только действительно вот какая-то мощная накачка ликвидности произойдет, если КУИ-3, скажем, будет расширена. Или, не помню, кто из международных аналитиков, сейчас просто не вспомню, говорила о КУИ-4 уже до конца года. До конца этого года? Да. Да, там уже какие-то свои мнения появились. Либо КУИ-3 могут расширить, либо там КУИ-4 уже об этом заговорили. То есть, если действительно рынки начнут ликвидностью заливать, то уже там некой фундаментальный негатив после этого не противостоит. А без этого, конечно, нисходящий тренд он будет. Вот оно как, вот оно как, вот оно как. Ну да ладно. Значит, ну, некий такой подыток, насколько я понял вас, да, выглядит следующим образом. Ничего хорошего. Да, Галилет Галилет? Ничего хорошего ждать нам, к сожалению, не приходится. Куда ни посмотри, в Европу, на Штаты, да, в Китай, куда ни посмотри, отовсюду, собственно, ожидания достаточно печальные. Это долгосрочные. Ну, долгосрочные. А краткосрочные на месяц? А краткосрочные вот... У меня не так все плохо. Нет, нет. Мне так все плохо. У тебя вообще все хорошо. Это понятно. И в долго, и в кратко. Я имею в виду, что вот если аргументы эти, да, через запятую сейчас записать или там пальцы загибать, то на одной руке, вот, где негатив, да, практически пальцев не хватило, а на другой, вот, исходя из твоего рассказа, Наташа, я понял, что, ну, даже позитивом это сложно назвать, да, но тем не менее рынок будут поддерживать. Для того, чтобы он не рухнул, да, в преддверии выбора, потому что это скажется негативом уже на самой предвыборной кампании. Кстати, в какой-то степени, да, кто-то тоже говорил по этому поводу, и неожиданное для многих объявление вот этой программы количественных смягчений тоже такой некий политический оттенок имело все же. А между прочим, вот когда изначально про КУИ-3 говорилось... Наташа, прости, пожалуйста, мы сейчас послушаем новости, да, а потом обязательно продолжим. Итак, мы продолжаем наш эфир на Финам.ФМ программы «Сухой остаток». Итак, меня зовут Олег Дмитриев, и разговор наш сегодня вокруг ближайших перспектив финансовых рынков, в частности нашего отечественного. В гостях, я напомню, Наталья Елесина, начальник аналитического отдела группы компании «Алор» и Гильды Саюнов, аналитик про Бизнес Банка. Традиционно так уж стало, да, мы уходили на новости, прервали Наташу на полусловие, а у нее было много чего сказать. Конечно. Продолжай. Собственно, ты помнишь, да, о чем мы говорили? Ну, так вот, значит, по поводу КУИ-3. Когда изначально, еще в первой половине года говорилось о КУИ-3, когда еще участники рынка только начинали ждать, скажем так, данную программу. Начинали покупать ожидания эти, да? Да, когда только вот это все начиналось, все это обсуждение о КУИ-3, уже тогда многие аналитики высказывались в пользу того, что КУИ-3 будет, но ближе к выборам. Уже тогда это все говорилось, и, соответственно, в принципе, по факту так и получилось. То есть КУИ-3 запускают в середине сентября, да, в то время, как в начале ноября уже выборы. Соответственно, как раз ФРС пытается из-за КУИ-3 разогреть. Но вот на этой неделе, ну, скажем так, неприятное мнение высказал глава одного из ФРБ. Он сказал о том, что КУИ-3 не так... Ты Полсона имеешь в виду? Да, да, да. Что КУИ-3 не так позитивно, не так эффективно. Но, в принципе... И вообще это неправильно. Да, да, да. Но, конечно, рынки все-таки добавило негатива дополнительного. Опять, вроде как, все не очень хорошо. Извини, там еще интрига, на мой взгляд, какая. Полсон сейчас неголосующий. Он член, да, собственно, этой всей компании, но он право голоса не имеет. А вот после выборов в США он должен попасть в эту компанию, которая имеет право голоса. Поскольку он, как говорят в данном случае, да, имеет такой ястребинный, да, настрой. Он, да, он вообще против КУИ-3, против, да, вот всех этих программ. Соответственно, в принципе, такое его мнение в отношении КУИ-3, оно ни для кого не стало сюрпризом. Ну, это да. Но при этом все-таки реакция у рынка была негативна, конечно. Вот и доллар после этого начал укрепляться, спрос на доллар еще подрос. Было такое. Было такое, согласен. Хорошо. Ну, давайте, собственно, фокусироваться на отечественных площадках и, Гильды, если не возражаешь, что могло бы быть интересного, ну, как минимум, в ближайшее время для того, чтобы попытаться что-то, что-то все-таки заработать на отечественном рынке, несмотря на его вот в моменте снижения. Как ты думаешь? Ну, я вижу все-таки два интересных события, которые произошли и происходят на текущий момент на российском рынке. Это размещение Сбербанка. На прошлой неделе оно стоялось достаточно на хороших уровнях. И что можно здесь сказать? Сбербанк, несмотря на то, что он проводит активную экспансию на европейские рынки и хочет стать глобальным игроком, он до сих пор остается достаточно привлекательным активом. Если его сравнивать с отечественными банками и с западными, восточноевропейскими, то по показателю P&B он торгуется с дисконтом в 30%. Именно эти риски связаны с тем, что инвесторы долгое время опасались входить в Сбербанк, особенно институциональный. И они видели, что с приобретением европейских банков Сбербанк будет приобретать токсичные активы. Сейчас у Сбербанка по показателю N1 не очень хорошая ситуация. Он уже не может себе позволить дальнейшую экспансию. И это приведет к тому, что риски приобретения токсичных активов уйдут. И я думаю, что здесь произойдет некоторое оживление спроса. Извини, пожалуйста, риски эти уйдут по какой причине? Потому что он не сможет больше их приобретать. Да, то есть если он приобретает дополнительные активы, у него показатель N1 снижается. И будет подходить уже к нижней границе нормативы, установленной Центробанком. Соответственно, здесь мы будем видеть, что эти риски упадут. И несмотря на то, что размещение уже прошло, традиционно мы видели, что у Сбербанка после размещения котировки падают. Я думаю, что любую коррекцию Сбербанка нужно будет воспользоваться ей для формирования портфеля. Потому что это достаточно хорошая бумага. Опять в кратко, в средней срочной перспективе. В средней, долгосрочной. Да, я думаю, что и на 2, и на 3 года ее можно купить. Но не более. И второе, что можно посмотреть, это сделка между BP и Роснефтью. То есть там достаточно происходят сложные всякие процессы. Выхода из акционерного капитала ТНК BP. Обмен активом между BP и Роснефтью. Вхождение в акционерный капитал BP. И так далее, и так далее. Что меня, в принципе, радует, то, что были пересмотрены стратегические планы сотрудничества между Роснефтью и BP. В плане того, что все-таки по некоторым ожиданиям рынка BP не будет осваивать арктический шельф. А будет осваивать все-таки европейские месторождения Роснефти. Почему это хорошо как для BP, так и для Роснефти? Дело в том, что все-таки первое, непонятно, что там на арктическом шельфе. В целом, эти проекты, даже если их сейчас запустить, они выйдут на производственную мощность лишь после 2020 года приблизительно. В то время как понятно, что с запасами, что с добычей в европейской части России. И плюс еще все-таки, несмотря на достаточно высокий уровень налогообложения на континентальном части России на нефтедобычу, мы здесь будем видеть все-таки, что добыча нефти на континенте более рентабельна, чем шельф. И шельф будет даже при нулевой ставке налогообложения, то есть ее будут в любом случае повышать, потому что мы не можем долго спонсировать наших нефтедобытчиков, с учетом возникших проблем в российском бюджете. Я думаю, что все-таки нефтедобыча на шельфе будет рентабельна, если цены на нефть будут выше 130-140 долларов за баррель. Но это не очень реально, да? Ну или реально только при каких-то... Да, и поэтому мы видим, кстати, тенденцию такую, что Total, допустим, сегодня заявил о том, что он не будет заниматься арктической добычей. Рой Датшелл на прошлой неделе заявил о том, что он сворачивает свои программы по арктической добыче вблизи Канады и Аляски. Ну то есть вот такой тренд, он... Ну да, тенденция к тому, что вот это сложно рентабельный бизнес. Я думаю, что вот эта сделка, в принципе, принесет некоторые плюсы Роснефти. Мы видели, в принципе, реакцию. Роснефть за последнюю неделю выросла там с 200 рублей до 213. Да, да. Реакция достаточно была оптимистичная. Ну, в целом, я, конечно, думаю, что такое сотрудничество, оно будет на пользу обеим компаниям. Учитывая то, что у Роснефти нету технологий хороших на добычу, а у BP добыча на остальных месторождениях падает. Вне России, конечно. Я понял. Хорошо, спасибо. Вот, собственно, два интересных... Две интересных идеи, Гильды, озвучил. Наташа, ты что-нибудь по отечественному рынку можешь предложить нашим слушателям? На мой взгляд, стоит обратить внимание по-прежнему на акции энергетики, на ФСК, ЕС, на холдинг и МРСК. Акции, в принципе, пользуются спросом из-за того, что рынок ожидает консолидации данных компаний. Но вот сегодня конкретно акции холдинга и МРСК скорректировались. Поскольку сегодня компания опубликовала полугодовую отчетность по МСФО, и отчетность оказалась не столь удачной, как могла бы, скажем так. Как ждали. Да, да, да. И акции холдинга и МРСК сегодня торговались негативно. Акции откатились вниз от важного довольно сопротивления. И вот сейчас участникам рынка, на мой взгляд, стоит особо пристальное внимание обратить на бумаги холдинга и МРСК. Потому что либо они пробивают данные сопротивления, и тогда очень хороший потенциал для роста появляется. Либо продолжают откатываться. Соответственно, на них нужно смотреть. И вот если сопротивление все-таки будет пробито, приобретать данные бумаги. Либо, соответственно, уже ждать коррекции. Только после этого там уже можно входить. Я понял. Еще есть что-то интересное? Я немножко отвлекусь. Я посмотрю, естественно, за тем, что происходит на рынках. Усугубляется падение. А какая статистика в 17.00 вышла? Хорошая, плохая? Ну, давай так. Я сейчас не буду в прямом эфире открывать календарь. Тогда сейчас через некоторое время уйдем на новости, и мы посмотрим. Ну, еще раз повторю. Продолжается падение. Набирает обороты и в сырье. Значит, не так все хорошо, как могло быть. Как мы ждали, да, Наташа? Да, потому что ожидания по статистике были очень хорошие. Там должны были опубликованы быть продажи на первичном рынке жилья. На прошлой неделе там вышли данные по вторичному рынку, и они оказались намного лучше ожиданий. Поэтому, в принципе, эта статистика могла бы быть также довольно неплохой. И, соответственно, могла бы поддержать рынки. А вот продолжается падение. И в связи с этим, то, что мы сейчас обсуждаем, естественно, ситуацию на отечественной площадке, вновь тема важная, нужная и интересная. Что будет с рублем в ближайшей перспективе? Еще раз напомню, да, некоторое время назад, в связи с объявлением программы, мы видели укрепление рубля, как, собственно, сырьевой валюты. И поддержка с технической точки зрения где-то в районе 30-50, да, 30 рублей 50 копеек за доллар. Вот она образовалась. Сейчас текущая котировка 31-33 в моменте, я наблюдаю. Ну, и продолжается ослабление рубля. Опять в рамках известных событий на финансовых площадках. Наташа, что ты ждешь в ближайшей перспективе в паре доллар-рубль? Ну, соответственно, если смотреть доллар-рубль, то укрепление рубля, которое мы видели, там было связано не только с КУ-3, а еще привнесло своих колебаний решение ЦБРФ по повышению ставки рефинансирования. В связи с тем, что ускорился рост потребительской инфляции, там уровень цены уже превысил 6%, ЦБРФ решил на это среагировать, дать сигнал к подорожанию, скажем так, стоимости денег и повысил ставку рефинансирования с 8% до 8,25%. Соответственно, рубль укреплялся, но этот тренд оказался довольно краткосрочным, поскольку все-таки для российского рубля важнее не ставка рефинансирования, но все равно краткосрочное влияние на рубль ставка оказывает. Вот до конца года, на мой взгляд, рубль закончит на более низких уровнях к доллару, поскольку все-таки не так все хорошо, как в России, так и в принципе в мире, поэтому спрос на риск будет снижаться. Я не сильно тебя озадачу, если попрошу цифру назвать. Ну, мне кажется, пара доллар-рубль вполне может и 32 показать. К концу года? Я думаю, да. Ну, я сейчас на график смотрю, и опять мне удобнее всего. У меня перед глазами график, и 32 это как раз верхняя граница нисходящего канала, если смотреть на последние события с мая этого месяца. Ильды, по поводу рубля, что ты можешь добавить? Ну, я могу добавить то, что вот мы видели некоторое укрепление, эти события, они уже не актуальны для текущего положения рубля. Я думаю, что все-таки рубль будет заканчивать год на более низких по отношению к доллару позиции. Он будет слабеть. Да, он будет слабеть. Я более пессимистичен. Я думаю, что мы должны уложиться в коридоре 33-34. Должны уложиться. Ты имеешь в виду, что он будет слабеть вот куда-то в этих пределах. То есть, опять, это как раз те самые значения мая месяца, когда он показал вот эту динамику вместе со всеми, собственно, сырьевыми валютами. Он резко обесценился практически за несколько недель. То есть, ты ждешь движения именно туда. Да. Я понял. Ну, опять-таки, вспоминая наш разговор предыдущий, достаточно много негативных ожиданий, которые вполне логично могут ослабить курс национальной валюты, потому что, естественно, ослабят цены на сырье, естественно, ослабят так называемый аппетит к риску, и все это будет давить на рубль. Что, собственно, да. Что, собственно, вот в этот тренд, конечно же, укладывается. Хорошо, значит, у нас останется через небольшое время последняя часть. Будем подводить итоги. Сейчас слушаем новости, потом продолжим. Ну что ж, уважаемые слушатели, мы продолжаем, а точнее, заканчиваем практически нашу программу. На финал ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Осталось последние 12 минут. Нам нужно подвести некие промежуточные итоги. Сегодня мы говорим о событиях, ближайших событиях на финансовых площадках. Ну и точнее оцениваем то, что происходит сейчас. Кстати, вот за эфиром мы тоже об этом упомянули. Усилилось падение и на американских площадках. Наши показали достаточно печальную динамику. 2,5-3,5% по основным индикаторам. Нефт продолжает снижаться. Евро-доллар продолжает снижаться. S&P 500 продолжает снижаться. В общем, все вот так вот весело. Я напомню, телефон в студию на всякий случай, если у вас есть вопросы. Вы позвоните 6510-996, сайт компании финансов.фм. Это все вы знаете. Продолжим наш разговор. И неожиданно, если позволите, коллеги, если позволить, неожиданно. Меня сегодня заинтересовало очень, ну как человека практикующего. Меня интересовала сегодня некая информация, прошедшая в ленте новостей. Немецкое правительство собирается принять проект будущего закона, предусматривающий в частности введение требований обязательного лицензировать трейдеров, использующих торговых роботов. Ну и так далее. Там много всяких слов. Идея следующая. Промиссия Германии, да, ну и соответствующие органы, которые регулируют финансовые рынки в Германии, пытаются ограничить активность механических торговых систем, так называемых, автоматических подходов к трейдингу. Ну, на мой взгляд, несколько забавно, но тем не менее, определяя, что именно роботы во многом создают проблемы на финансовых площадках, ну, в частности, повышают волатильность, да, иногда неожиданные движения какие-то. Ну, робот, он, что же, парень металлический, да, ему же не объяснишь, что надо продавать или покупать. У него алгоритмы заложены. Наташа, Ельды, вот два слова буквально, ну, если, конечно, есть у вас по этому поводу какое-то мнение, как вы к этому относитесь? Ну, я так скажу. Кстати, извини, пожалуйста, мнение, я спрашиваю. Ты же используешь МТС, у тебя же робот. Я помню, ты из деревни приехала, говоришь, я, говорит, в деревне грибы собирала, а колбасил робот за меня. Ну, да, на самом деле, за полгода где-то у меня счет, на сколько, в три, в четыре раза увеличился. Сейчас не пугай, только слушатели. Потому что сейчас начнутся... О, кстати, уже один звонок есть, я тебя вынужден прервать. Владимир сразу заинтересовался, видимо, сейчас будет торговаться за твоего робота. Давайте послушаем. Владимир, добрый вечер, задавайте вопрос. Алло, добрый вечер. Я, к сожалению, не по роботам, я хотел про пресловутый золото, я просто половину программы не слышал, может, вы уже обсуждали? Обсуждали. Сейчас, если затяжная пойдет коррекция все-таки долгая такая, затяжная, то золото не сможет ли стать опять защитным активом? Но оно же не было, когда была первая волна, так сказать, защитная. Оно же тоже полетело вниз. И вот пресловутый опять мне этот ссорос не дает покоя. Он же тоже вложился в золото. Не будет ли, если будет затяжная коррекция, что золото все равно пойдет вверх, не будет корректироваться? Понятен вопрос, спасибо, Владимир. Сейчас мы узнаем, что думают по этому поводу. Гильды. Ну, я думаю, что какой-то супердинамики или 2000 долларов за тройскую унису мы не увидим. Не увидим. Не увидим. Я думаю, что вот такой тренд использования золота в качестве защитного актива, оно такое уже отыгранное рынком. И к этому инструменту все-таки люди мало прибегают. И мы видим, что сейчас все-таки защитный актив пользуется облигацией некоторых европейских стран, к примеру, когда в Германии размещается отрицательная доходность. Что, в принципе, интересно. Вот это и есть защита. Да, да. Что говорить по поводу, соответственно, самого золота? Я думаю, что здесь будет какое-то колебание. Можно посмотреть, когда золото начнет действительно сыпаться, а рынок будет расти. Это когда будет политика уже в сторону повышения учетных ставок США. Но это перспектива 2015 года. Далекая, да. Согласен. Ну, как минимум, Бернанке заявлял, что до конца 2015 года они не собираются ставки менять, поднимать. Хотя, Наташа, мы говорили о том, что если Полсон после выборов, ну и его коллеги также настроены решительно к монетарной политике, если они, собственно, какое-то влияние будут иметь, то есть это взгляд может быть и пересмотрен гораздо. Да. Ну, вот я хотел бы добавить еще то, что все-таки не исключен вариант того, что у нас группа драгоценных металлов, она может показать рост до конца этого года. Рост против текущих уровней, да? То есть мы можем выше видеть. Ну, в частности, у нас хай по золоту был в районе 1780-1800, грубо. То есть мы можем увидеть и что-то выше. Да. Я понял. Наташа, что ты смотришь на золото? Ну, на мой взгляд, все-таки золото может играть свою роль в качестве защитного инструмента лишь краткосрочно. Оно пользуется спросом тогда, когда, соответственно, одновременно какие-то стимулирующие меры проводит Америка. Вот, например, там, в ожидании Куи-3 все-таки спросом, скорее, там, золото пользовалось. Когда такая нестабильность была, все ждали Куи-3, все ждали, там, чего-то от Европы, вот в такие моменты вспоминают о золоте. А, в принципе, какого-то высокого спроса на золото я не ожидаю. На мой взгляд, да, действительно, соглашусь о 2000 говорить рано. И рост, на мой взгляд, по золоту возможен тогда, если пара евро-доллар будет расти. То есть именно на фоне того, что доллар будет ослабляться и, соответственно, котировки золота вслед за ним будут расти. Доллар будут, да, как, собственно, и было после объявления. Доллар сливают и покупают все, что можно, да, вместо него, в частности, и золото. Хорошо, а я, собственно, неинтересен вообще истории, связанные с золотом. И поэтому, если позволите, я хотел бы добавить к вопросу Владимира еще свои пять копеек. А что вы думаете, вот, с точки зрения золота, если многочисленные программы количественных смягчений все-таки создадут некое инфляционное ожидание? Хотя они, собственно, и создают его. Вот в этом случае, как золото себя поведет? Ну, соответственно, во-первых, программа количественного стимулирования все-таки повышает инфляцию не сразу. И в моменте, конечно. Ожидание, я и сказал. Да, это уже какой-то, вообще, в принципе, уже более среднесрочные какие-то перспективы. Но, на мой взгляд, там, скорее, очень сильное давление будет именно стороны вот неясности какой-то госдолгом США, вот с предельной планкой. И мне кажется, вот тогда именно, возможно, вспомнят о золоте, поскольку проблемы в Европе никуда не денутся. В США будут, ну, тоже будут высокие риски. И, на мой взгляд, вот тогда уже могут о золоте вспомнить. Но это уже будет, скорее, может быть, конец этого года, там, начало следующего. И тогда мы увидим какие-то, да? Ну, тогда мы можем увидеть повышение. Круглые циферки. Ты как думаешь, Гильда? Ну, да, ну, как бы я уже сказал, что я все-таки ожидаю некоторый рост цен на золото до конца этого года. До конца года. Да. Я понял. Хорошо, спасибо. Спасибо. Это был ответ на вопрос нашего слушателя. Ну, и буквально два слова еще, если, да, Наташа, не возражаешь. Вот по поводу... МТС. По поводу механических торговых систем. Ну, на мой взгляд, все-таки правительство стран, может быть, попытаются ограничить использовать МТС только на какие-то крайние, возможно, высокочастотные, скажем так, роботы. Именно так, да. Потому что они создают дополнительную нагрузку, получается, на биржи и, соответственно, приводят к каким-то сбоям именно в работе биржи. Поэтому, возможно, вот с этой точки зрения, да, конечно, попытаются ограничить, потому что все-таки идет вообще тенденция по всему миру, МТС использует все больше и больше количества трейдеров. Да, действительно, это обоснованно. Вот просто беру себя, да, так мне торговать неудобно, потому что я работаю, а так у меня стоит робот, и все замечательно и идеально. Еще такую доходность показывает. Ну, да, и доходность очень хорошая. Умеют люди устраиваться, я себе хочу. Ну, да, кто на что учился, да, как говорят? Да, у кого как-то что-то получается. Я понял. Ты что-то по этому поводу скажешь, Гильдия? Ну, да, я согласен, что я думаю, что в первую очередь здесь стоят задачи снижения нагрузки на инфраструктуру. Именно на биржевую причем, да, на торговую площадку. Я понял. Хорошо. Такие же роботы не такие высокочастотные. Да, согласен. Низкочастотные. А развитие роботов в любом случае будет? Вспоминается по этому поводу, помните, детский фильм про электронику, где песню он пел, да. Вкалывают роботы, а не человек. Это вот как раз тот самый случай. Так, ну хорошо, бог с ним. Итак, у нас осталось не так много времени. Давайте подводить промежуточные, ну или для нашей сегодняшней темы окончательные итоги. Так теряет ли, Наташа, рынок оптимизм или все, что мы видим, это долгожданная, для многих, кстати, долгожданная коррекция после известного роста. Еще раз озвучь, пожалуйста, свою точку зрения. На мой взгляд, это больше техническая коррекция. Да, новости, конечно, продавили рынки, но оптимизм угас, можно сказать, лишь краткосрочно в моменте. И среднесрочно, на мой взгляд, все равно индексы смотрят наверх, вплоть до выборов в США. Вплоть до выборов в США. Ну, я думаю, что вот все-таки негатив на рынок привнесет отчетность корпораций американских, ну и глобальных. Это будет вторая половина сентября. Октября, я имею в виду. Да, и, соответственно, здесь мы, конечно, будем видеть некоторую коррекцию в акциях циклических компаний и, возможно, активный переход в акциях ритейла, высокодерефицированных холдингов IT. Ну, и, соответственно, если говорить по такой парадигме, то здесь можно и видеть не очень хорошие тенденции для наших компаний сырьевого сектора. Ну, что-то, что, собственно, укладывается в этот самый тренд. И последний вопрос, извините, что это уже для меня, по крайней мере, традиционный. Я хотел бы поговорить о валютном рынке, но даже не поговорить, а просто услышать ваше мнение. Где вы видите к концу года евро-доллар, Наташа? Ну, евро-доллар я вижу скорее на более, все-таки, высоких уровнях по сравнению к текущим. Сейчас 1,20, ну, округлю, 1,28 сейчас. Да, на мой взгляд, ну, хотя бы повыше 1,30 они должны нарисовать. Потому что сначала, я думаю, выборы, соответственно, может быть, евро-доллар подрастет. Ну, подожди, ты же сама говорила, сейчас проблемы в Европе начнутся, Испания, Греция. Нет, стоп. Если, сейчас, я думаю, что до выборов, все-таки, более вероятно, позитивный тренд. Дальше вот уже там вопрос именно с точки зрения госдолгов США, вот этой вот смены власти. Насколько это сильно продавят именно рынки до конца года. Но, тем не менее, вот... Но, все-таки, я думаю, что закроем год выше этих уровней. Текущих, да, в районе 30 гильдов. Ну, я думаю, что, все-таки, скорее всего, останемся на текущих уровнях. Потому что, все-таки, для Евросоюза стратегическая задача достигнуть паритета в валютах. Тогда у них и платежный баланс выровнится, и экспортно-ориентированные компании, в первую очередь, конечно, экономика Германии, они почувствуют себя гораздо лучше. А это реально, как ты думаешь, паритет? Ну, с долларом, я так понимаю, да, паритет? Ну, много-много лет назад он еще был. Это да. Даже более того, евро, когда появился, да, и торговался ниже доллара. Но США не позволят. Не позволят. Спасибо, друзья мои. Итак, небольшой анонс. Религия в России. Фактор стабильности и дестабилизации. На этот непростой вопрос сразу после выпуска новостей. Будут искать ответ Юрий Пранько и его гости. Историк Алексей Юнин, журналист Михаил Логинов. Включайтесь к разговору. А я благодарю моих сегодняшних гостей. Гильды Саюнов, Наталья Лесина. Спасибо огромное. А вам, уважаемые слушатели, традиционно желаю улучшения. Успехов на рынке. Всего хорошего. До свидания. До свидания.